всем привет сегодня мы собираемся на обед в гости итальянец друг мама моего мужа пригласил нас к себе домой у него свой дом свой большой участок собственно именно оттуда и есть домашние мандарины с апельсинами и масло оливковое домашнее которое она нам все время присылает тоже идет оттуда в общем ну что я вам рассказываю сейчас все и покажем и видны да вот там сетки везде расстелены чтобы если падали они падали и собирались после вот эти перекошка такие машины электрические есть которые стирают а они падают прям на сетке потом уже разожгли камин дома конечно тепло но для атмосферы тоже очень здорово паста с осьминогами вот осьминожки класс это спаржа с петрушкой в яйцах все домашние абсолютно все со своего огорода так вот такой у нас итальянский обед паста с осьминогами домашнее вино спаржа с яйцами салат а это что это браколеты это браколеты приятного аппетита спасибо мы уже пообедали и теперь я могу показать вам двор дом и полностью весь участок также живут итальянцы по крайней мере друг мама моего мужа это все что вы здесь увидите это полностью плоды его трудов его работы все это он сделал абсолютно сам здесь ворота на входе до за них выходить я сейчас не буду и сразу тут оливки оливковые деревья и вот это на другой стороне оливки это тоже полностью его участок его плантация оливок здесь различные деревья пальмы за деревьями он абсолютно всегда ухаживает постоянно все подрезает вот сейчас как раз время было подрезать ветки у оливковых деревьев поэтому все они сострижены оливки у него зеленые не черные те которые зеленые они спеют где-то в конце октября в ноябре их собирают и он делает масло если оливки долго держатся на деревьях переспевают то масло получается невкусное поэтому их собирают пораньше а черные же которые маслины они спеют весной где-то апрель май их собирают уже тогда давайте с этой стороны здесь огород мы туда тоже подойдем здесь кошечки дом да надо вам тоже показать сейчас издалека это первый этаж у первого этажа терраса а у второго и третьего балконы два балкон тут с этой стороны и с обратной из различные цветы кусты ну конечно же я не похвастаюсь названиями потому что слабо в этом разбираюсь итальянских растений в тех растениях которые на юге растут это вход в дом и здесь что-то наподобие кладовки не кладовки а как сейчас мы завернем я покажу что там здесь корм различные для наверное куриц или кроликов велосипеды дверь от машины и там на входе еще когда мы только заехали была припаркована машина младшей дочери здесь стоит машина ее мужа лимонное дерево лимончики очень много смотрите просто усеяно дерево лимонами еще нужно вам показать я думаю со всех сторон достаточно большой и внутри квартиры просторные это машина одна старшей дочери здесь машина хозяина дома тут стоит трактор который помогает обрабатывать все и ухаживать и тут еще гараж еще одна машина семьи старшей дочери здесь ветки которые все состригаются складываются потом камин топят они вот этими ветками здесь у нас курочки привет домашние яйца а здесь у нас зайчики кролики пушистики привет привет беленькие черненькие и тут еще кролики этот лежит довольный один привет и ты тоже один не скучно тебе одному ченосик пушистенький а здесь смотрите малыши мама ее детки она защищает их чтобы никто не лез не мешал такое вот животноводческое хозяйство я тут разгуливаю как у себя дома первый раз приехала в гости здесь огород все цветет растет еще немного оливок лимонное дерево полив смотрите здесь виноград такой участок туда дальше я сейчас не пойду или пойду эти пройдем ладно деревья все подстрижено ухожено убрано я хочу поближе подойти к вот этим деревьям это мандарины домашние мандарины как у нас растут яблоки и груши также здесь лимоны мандарины такая вот прелесть и апельсины смотрите здесь посажен лучок салатики кошечки гуляют кошек здесь в доме если я не ошибаюсь три и одна из них еще ждет котяток и здесь у нас есть апельсиновые деревья к ним мы тоже подойдем так а вот у нас получается это апельсиновое дерево тоже очень много плодов смотрите красивые деревца аккуратненькие и дом с этой стороны здесь квартира на первом этаже и лестница наверх заходишь здесь сразу коридор здесь зал кухня туалет спальня гостевая и еще одна маленькая комната от входной двери сюда идет сразу зал большая комната в квартире очень высокие потолки во всех квартирах здесь в доме в принципе я думаю в италии достаточно высокие потолки мебель деревянная резная старая мебель здесь стол это если обедать какой-то праздник за круглым столом мебель тоже вся резная тут нам вкусняшки приготовили к чаю различные здесь понетон с шоколадом в шоколаде финки это тоже традиционная итальянская сладость орехи в такой заливке она очень хрустящий рулет в общем так апельсины с мандаринами это из своего сада домашний потом тут уголок с фото рамками очень много в принципе фотографий здесь и по стенам уголок с диваном это старшая дочь хозяина дома это дочка младшая и здесь фото средней дочери тоже окно закрыто потому что чтобы солнце не напекало и жарко не было и телевизор достаточно большая просторная комната здесь в квартирах мало очень коврового покрытия потому что ходят итальянцы в обуви причем действительно по-настоящему как в германии тоже говорят что ходят в обуви немцы дома но все немцы которых мы знаем всегда дома развиваются и у всех какие-то ковры напольное покрытие в основном есть но здесь в италии нет на полном серьезе развиваются только когда куда-то на диван с ногами залезть или на кровать а так дома действительно все ходят в обуви на улице достаточно чисто и дома часто делается уборка здесь с этим не развивается я тоже хожу здесь и тут есть еще балкон на балконе с этой стороны обратно от моря вид на горы открывается здесь тоже оливки еще деревья на балконе тоже немного зелени посажено и смотрите здесь на окнах интересная система москитная сетка она постоянно не снимается на абсолютно всех окнах на дверях на балкон здесь стоит ее можно опускать соответственно поднимать и вот такие ставни тоже ну соответственно сама дверь и здесь с этой стороны уже вид тоже на огород сад мандарины внизу терраса квартире и кухня здесь обеденный стол владельник кухня тоже вся сделана из дерева но здесь маленький телевизор и камин и здесь кресло в котором хозяин любит отдыхать после обеда когда холодно у камина когда нет так просто у окна с этой стороны еще дополнительно печь помимо основной духовки газ в принципе обычная кухня все как у всех это спальня здесь тоже вся мебель из дерева вся резная очень красиво здесь тоже такой большой шкаф тоже все это резное очень красивая резьба батареи тоже прикроватные тумбочки но в принципе все как обычно кровать комодик возле кровати для вещей и здесь балкон на балконе это мы сейчас вот сушим стуль стульчик потому что помыли его такой балкон из спальни с видом на огород и здесь вдали вон там виднеется море ну конечно с третьего этажа его видно еще лучше он там мимоза а мимоза это у соседей да киски там да маркус давай мы покажем сначала кисок миш 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 а вторая убежала уже киса так здесь у нас хотят котятки будут воду так смотри тут мандарины да а много деревьев вот это апельсинов нет вот крайне же мандарины и вот да и много их деревьев тут мандарины но они еще могут быть апельсины и вот это апельсиновое оливки дерево оливок тоже да это еще в нашей территории а вот это что за деревья здесь по моему это его надо спрашивать или груш или сливы могут быть тут очень много деревьев разных поэтому он корчевик вот здесь корчевик что корчевик что такое корчевик так здесь у нас клубники ряд это надо перевести потом там лук уже посажен все уже такое растет салат бобы и виноградник для домашнего вина там вот груши яблоки мы их собирали я помню здесь еще мандарины да и лимоны вот здесь гараж и оливковых деревьев еще череда и с той стороны через дорогу еще оливковая плантация там много деревьев и из этих всех оливок делается масло для для себя да для всех для родных не на продажу никуда не не он не продает участок немножко сверху посмотрим цветная видимо итальянец друг мама моего мужа которому принадлежит этот дом построил его полностью сам дом этот трехэтажный и на каждом этаже по одной квартире на первом этаже живет его младшая дочь со своим мужем у них трехкомнатная квартира на втором этаже живет сам августину у него четыре комнаты и на третьем этаже живет старшая дочь у которой的人 в busca 4 комнатная квартира они живут семьей у них четверо деток дочери этой итальянцы августину у всех имена на букву а и у старшей дочери у детей тоже на букву а начинаются имена их такая семейная традиция у него три дочери средняя дочь живет на вилле. Эту виллу тоже построил Еон сам. Почему так получилось, что двум дочерям квартиры одна самая большая отдельная вилла, это потому что именно ее муж помогал строить и этот дом и ту виллу. И вот так они живут здесь все вместе, у них общий двор, но какие-то обеды или семейные встречи, у них только по праздникам, поэтому полноценно они живут и вместе, и каждый сам по себе, у каждого есть своя личная территория, свое жилье. Рядом со спальней находится ванная комната, ванна, раковина, туалет, биде, здесь же стиральная машинка, тоже все с окнами, светло и красиво. Тоже люстра такая винтажная, все обито плиткой, за дверью вешалка для полотенца, уютная, просторная, светлая ванная комната. Эта комната используется что-то вроде как кладовка, здесь сложены вещи, книги, какие-то вещи, которые не часто носятся в шкафу, сушилка, она не желая, ну, в принципе, одному человеку в четырех комнатах все не занять. И гостевая комната, она уже побольше, посветлее, ну, соседняя комната тоже достаточно светлая, просто везде закрыты жалюзи. Здесь шкаф, кровать, кресло, велотренажер и много вещей. Потолки тоже высокие, светлое все беленькое. Дом на дереве для детей и небольшая площадочка, здесь качель с лошадками, но детки уже подросли, совсем малышей тут нет, но тем не менее площадка есть, качели, Маркус уже опробовал, все везде посидел. И вот как раз ветки, которые срезаны из деревьев. Мы отлично погостили, конечно, итальянцам гостеприимства не занимать. Старшая дочь спустилась, обязательно с нами поздороваться, посмотреть, кто приехал. Очень много внимания, очень много еды, действительно кормят на убой. Все очень вкусно, и потом это и десерты, и сладости. Сейчас мы поедем в магазин и потом будем отправляться домой. Будешь поздороваться? Привет! Пока! Всем спасибо за просмотр! Всего хорошего! Проведем! И пока-пока!